Ты хочешь зарабатывать большие деньги в период пандемии, когда все закрыто, работу найти практически невозможно, а средние зарплаты буквально пробили дно? Если нет, то можешь смело закрывать этот ролик, ведь в этом видео я расскажу и покажу на личном примере, как можно пассивно заработать на инвестировании в фондовый рынок, а также почему инвестирование так актуально и как человек, не имея никаких базовых знаний, сможет в кратчайшие сроки увеличить свой капитал. Мы посмотрим на мои личные результаты и, исходя из этого, поймем, возможно ли на этом заработать. Короче, результаты моего инвестирования в акции. 190% роста А теперь, внимание, звезда нашего списка. Жестко? Очень жестко. Вы писали, вы спрашивали. Охуеть. Всем привет, с вами вновь Артур Камышкин. На моем канале уже выходило несколько видео о рискованных методах заработка, которые помогут нам заработать без лишних усилий и необходимых знаний. И сегодня, по многочисленным просьбам в комментариях, я вновь возвращаюсь к наиболее актуальному способу заработка, к инвестированию в фондовый рынок и показываю свои результаты. Инвестирование в акции – это действительно огромная бизнес-сфера, и в ней могут преуспевать как опытные инвесторы, так и новички вроде меня с вами. Особенно в период, когда пандемия коронавируса затихает, и многие компании-гиганты начинают восстанавливать свое положение на рынке после огромных убытков. Верный подписчик, который смотрел мои предыдущие ролики, наверняка помнит, что в моем акционном портфеле остались акции 11 компаний. Половина была куплена в начале марта, остальные – в середине мая. Так давайте же посмотрим, каким результатом привело наше инвестирование. Хотелось бы напомнить, что ни в коем случае не стоит тратить все свои деньги на акции компаний, приведенных в этом видео, ведь с момента покупки прошло достаточное количество времени. А то, что вы увидите далее – итоговый результат моего инвестирования, основанный на мнении экспертов-аналитиков и различных бесплатных инвесторов. Вся информация, которой я руководствовался при покупке акций тех или иных компаний, хранится в свободном доступе на просторах интернета. Это значит, что даже ты, мой зритель, сможешь с легкостью добиться таких же результатов. Но это не точно. Итак, первая компания, в которую я вложился, и результат, который мы рассмотрим – это Facebook. Facebook – это разработчик и оператор одноименной социальной сети, которая позволяет людям общаться с помощью смартфонов и компьютеров. Это самая популярная социальная сеть в мире. Более того, компании принадлежат Instagram и WhatsApp. В январе этого года акции этой компании упали в цене на 9%. Связано это с блокировкой аккаунтов бывшего президента США в таких сетевых гигантах, как Twitter, Instagram, Facebook и Snapchat, что вызвало огромный резонанс в обществе. Все либералы-демократы начали выйти с своих углов, что это возмутительное нарушение свободы слова человека. Оно и понятно, ведь сторонников у бывшего президента было действительно много. Facebook же отмахнулся банальным нарушением политики и социальных сетей и все равно не восстановил аккаунты Трампа. Резонанс быстро стих, а Facebook получил своего рода черный пиар среди противников Трампа, коих по всему миру в разы больше, чем сторонников. Ладно, один дет ушел, а второй встал на его место, но вот экономика такой огромной компании должна идти вперед. В начале марта, основываясь на мнениях экспертов из YouTube, я купил одну акцию у Facebook по цене в 265 долларов за штуку, соответственно. Эксперты и аналитики прогнозировали значительный рост этой компании. Аргументировали они это тем, что Facebook уже пережил свой экономический спад в связи с пандемией, а также то, что в цену акции уже вложены все риски, связанные с блокировкой Трампа, например. Пора проверить эти влиятельные мнения экспертов из YouTube спустя несколько месяцев после моего вложения и посмотреть, что там с акциями. Заходим на любую фондовую биржу. В моем случае такая функция сразу интегрирована в банк, которым я пользуюсь. Заходим и наблюдаем в цену в 374 доллара 94 цента за штуку, или 110 долларов чистой прибыли. В процентах это будет 41,5%, что действительно удивляет, ведь рост акции на 40%, особенно акции такой огромной компании, это редкость. Второй в списке компаний, акции, которую я приобрел, является Microsoft. Рассказывать про Microsoft можно очень долго, и вряд ли кому-то это будет интересно. Microsoft это крупнейший американский производитель программного обеспечения. Самыми известными продуктами являются операционные системы семейства Windows. Офисные пакеты Microsoft Office, приложения для разработки программного обеспечения и видеоигр, различные системные утилиты, а также бизнес и интернет-приложения. Продукция продается более чем в 80 странах мира, а программы переведены на 45 языков. 1 марта я приобрел акцию этой компании по цене в 237 долларов за штуку, также основываясь на мнении глубоко уважаемых экспертов из YouTube. Квартальная отчетность гиганта за последний период 2020 года показывала положительную динамику, хоть и не самую большую. А вот за начало 2021 года акции успели увеличиться в цене на 8,87%, что, конечно же, внушает уверенность. Смотрим на котировки акций. На сегодняшний день одна акция стоит 289 долларов. Фиксируем чистую прибыль в 52 доллара, или 22%. И снова прогнозы наших аналитиков сработали, и снова ютуберы получают плюс в репутацию. И я уже чувствую небольшой мандраж. Неужели все может быть настолько хорошо и прибыльно? Ну, поехали дальше. Все знают, что криптовалюта не анонимна, а особенно биткоин. Мы уверены, что биткоин-транзакции должны оставаться анонимными, и должна сохраняться конфиденциальность данных. И сегодня партнером этого выпуска стал сервис Blender.io. Blender это биткоин-миксер, который существует уже с 2017 года, и которому можно доверять. Blender помогает оставаться анонимными пользователями блокчейн-сети, что в наши дни очень важно. Вас приятно встретить полная конфиденциальность. Не ведутся логи, и не сохраняется информация о пользователях или проведенных ими транзакциях. Операции совершаются мгновенно, поддерживаются разные типы адресов, такие как Segwit и Batch32. Комиссия динамическая. Пользователи могут сами и устанавливать за услуги миксера. И принцип работы биткоин-миксера крайне прост. Вы вводите адрес кошелька, на который нужно отправить уже анонимные монеты. Выбираете время задержки и размер комиссии. Проводите еще несколько простых действий, описанных на сайте, и получаете максимально анонимный платеж. И, кстати, браузер не нужно держать открытым. Весь процесс происходит автоматически. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши биткоин-транзакции оставались максимально анонимными, то используйте биткоин-миксер Blender. Ссылка в описании. Следующая компания, акции которой я приобрел в марте, это Palantir Technologies. Данная американская компания занимает нишу разработчика программ, которые анализируют данные для организаций. Ее основными заказчиками являются спецслужбы, инвестиционные банки и хедж-фонды. Почему акции Palantir? Все довольно просто. Компания не так давно начала привлекать клиентов из некоммерческих организаций, что, в свою очередь, всегда сопровождается ростом всех активов. Не всю жизнь же сидеть на госконтрактах. А госконтракты, в свою очередь, составляют 55% от выручки компании за 2019 год. Например, в ноябре 2020 года акции Palantir взлетели на 200%, то есть стали второе дороже. И все это в период одного месяца. Да и вообще, вся новостная тенденция у Palantir была воодушевляющей. Заходим в наше портфолио и... Обосрался, ведь цена акции 21 доллара 96 центов. Хотя покупал я ее за 24 доллара 82 цента. Открываем график помасштабнее и узнаем много новых фактов о себе. Ведь пиковая цена акций составляла 27 долларов 38 центов, еще месяц назад. После чего наблюдаем довольно стремительное падение. Не фартануло, ну или я не уследил. Грустно, да не очень. Ведь в портфолио у меня всего лишь находилась одна акция этой компании. И путем несложной арифметики мы получаем убыток в 2 доллара 86 центов. Да, всего лишь 2 доллара. А мы переходим к акциям следующей компании. NetApp. NetApp продает товары и услуги для хранения и обработки данных. Облачные сервисы. Компания работает в растущем секторе экономики. Рынок облачных сервисов с 2009 по 2018 год рос по 13% в год с учетом сложного процента. NetApp это очень перспективная компания не только из-за спектра предоставляемых услуг, но и с точки зрения потенциального годового роста. Оно и понятно. Облачные сервисы сейчас актуальны как никогда. Облака это охуенно, быстро, дешево, синхронизация на всех устройствах. Ко всему прочему цена акции этой компании значительно ниже конкурентов. Думали все? А нет. Акционеры этой компании не горевали даже во время пандемии. Ведь это одна из немногих компаний, стабильно выплачивающие дивиденды. Одни плюсы только экономический рост и позитивные тенденции у NetApp. Ожидаем от этой компании нереального роста и большую прибыль. Итак, я закупил одну акцию этой компании по цене в 65 долларов за штуку. 77 долларов 91 цент. Мда. Это, конечно, значительный рост в 19%, что приносит нам 12 долларов чистой прибыли. Но нет. Ожидания были намного выше. Но прибыль есть прибыль. Следующая акция в моем портфолио. Акция компании EPR Properties. EPR Properties это инвестиционный фонд недвижимости, который инвестирует в парки развлечений, театры и горнолыжные курорты. Тут даже говорить ничего не нужно. Компания долгое время испытывала кризис в связи с пандемией коронавируса. Ведь вся недвижимость, в которую они инвестируют, лишилась всего притока клиентов из-за ограничений, введенных в штате. Ждем положительную тенденцию. Ведь после всех ограничений в США, компания наверняка заинтересована компенсировать свои убытки. В начале марта цена акций составляла 47 долларов 6 центов. Сейчас же 52 доллара 75 центов. Это не может не радовать. Одни плюсы. А я уже думал, а в Борги никакого цвета я буду покупать. Но пока рано радоваться, потому что впереди у нас еще 6 компаний. Nokia. Прежде всего стоит забыть о старом образе Нокии. В данный момент компания обладает наибольшим числом патентов в Европе на технологию 5G. И не собирается на этом останавливаться. В последние месяцы Nokia объявила о множестве ключевых событий и планов на будущее, которые могут привести ее к лидерству в рамках 4 промышленной революции. Если, конечно, твоя бабуля не соберет свой весь поселок и не пойдет сносить эти самые вышки, тогда Nokia нужно будет всерьез задуматься о выживании, а не о промышленном лидерстве. В мае компания запустила маркетплейс данных на основе блокчейн. И объявила, что уже разрабатывает 6G. Да и все прогнозы на год эта компания переписывает на ходу, так как квартальные отчетности превысили прогнозируемый результат. Что меня, как псевдоинвестора, заставляет испытывать невероятную эйфорию. В нашем портфолио хранится 10 акций этой компании, купленных по цене 3,36 евро за штуку. Итоговая цена 4,96 евро. 16 евро чистой прибыли и рост на 47%. Да, надо было брать больше 10 акций и закупаться на все деньги, но кто знал. И это опять прибыль. И пока что все, во что я вкладывался, дало свои плоды. Но не спешите радоваться. Далее у нас следует компания Lockheed Martin Corporation, которая является крупнейшей в сфере военной промышленности с незапамятных времен. Специализируется в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Но не все так сказочно. Потому что практически все инвесторы и аналитики предписывали крах для этой компании. Во-первых, потому что дедуля, сидящий в белом доме, сменился. И если предыдущий был действительно агрессором, защищавший честь своей великой державы, то новый за мир во всем мире. Поэтому выделенные средства на самолетики резко сократились. А американские войска, находящиеся на территории Ирана, технику, которым поставляла и наша компания, должны покинуть страну до 1 сентября. В общем, военные игрушки становятся менее актуальными, а крупнейшая корпорация готовится сушить весла. А ведь цена на фондовом рынке у этой компании запредельная. Одна акция была куплена в начале марта по цене в 333 с половиной долларов. Наверное, вы сейчас думаете, вот где собака зарыта. Вот где Артур сейчас потеряет все свои кровные. Ведь чистая прибыль по предыдущим компаниям, не скажешь, что была прям большая. Так, собственно, думал и я, но нет. Открываем график и видим рост в цене на 14,57%. С 333 до 382 долларов. На очереди у нас остались 4 самые дорогие компании. Дорогие именно по количеству инвестированных в них средств. И первая из этой четверки – компания Adobe. Американский гигант в сфере разработки программного обеспечения. Пользуется большим спросом у инвесторов благодаря своей стабильности. И вправду, если посмотреть на пятилетний график изменения стоимости этой фирмы, мы не увидим никаких резких взлетов и падений. Зато на протяжении всей кривой наблюдаем внушительную положительную корреляцию. Стабильно растет, стабильно платит дивиденды своим акционерам, в то время как размер дивидендов растет с каждым годом. Да и годовые результаты у них постоянно превышают прогнозируемые. В общем, эталон на фондовом рынке. В моем владении имеется одна акция этой компании, которую я покупал за 474 доллара. Ну и я этому очень рад, потому что актуальная стоимость равняется 627 долларам. 153 доллара чистыми с одной акцией. Или плюс 24,5%. Жестко? Очень жестко. И пока что единственный убыток у меня составил 2 доллара 86 центов. Да, всего лишь 2 доллара. Охуеть. А помните, как я нахваливал компанию Nautilus, которая является американским маркетологом, разработчиком и производителем брендов фитнес-оборудования? Если не помните, то ссылку на предыдущий ролик я оставлю сверху. Так вот, с начала пандемии и закрытия всех спортивных залов, акции этой компании взлетели на реактивной тяге прямо к луне. Инвесторы оценивали данную компанию как суперперспективную, и все ожидали, что она будет захватывать всю большую нишу в своем стегменте, вытеснять конкурентов и просто покажет, кто тут настоящий папочка. Но... Нихуя. Ибо в свое портфолио я приобрел 28 акций Nautilus, каждая из которых обошлась в 17 долларов 69 центов. А на выходе 23 июля получаю цену в 15 долларов 83 цента. И вообще никаких перспектив на дальнейший рост, потому что спортивной мотивации у клиентов нашего Nautilus оказалось не слишком много. Фиксируем убыток в 52 доллара и 8 центов и едем дальше. На очереди у нас Walt Disney. Если вкратце, то экономика Walt Disney напрямую зависит от публичных посещений, которые стали невозможны в связи с пандемией. Но, благодаря сетевому распространению контента, то есть интернету, компания смогла привлечь 100 миллионов посетителей за весьма короткий промежуток. Благодаря этим манипуляциям акции компании упали очень низко и довольно быстро начали восстанавливать свою стоимость. А в декабре 2020 года цена на акции этой компании достигли своего исторического максимума, или 175 долларов за штуку, что, конечно же, не может не радовать. Это еще не все ограничения на публичные места были сняты. Ожидаем прибыль, причем не маленькую. А как дела обстоят на самом деле, давайте смотреть. На момент покупки каждая акция стоила 160 долларов и 8 центов. Сейчас же стоимость перевалила за 176 долларов, плюс 10 процентов. Не так много, но с такими-то показателями по предыдущим компаниям жаловаться не хочется. 48 долларов заработали, и на этом спасибо. А теперь, внимание, звезда нашего списка. AMC Entertainment. Вы писали, вы спрашивали. AMC – это крупная американская сеть кинотеатров. Ничего примечательного в ней нет, однако выбор вполне закономерен. Ведь примерно с середины мая власти США частично начали снимать ограничения на посещение публичных мест, в том числе и кинотеатров. И в середине мая я успел купить 39 акций этой компании по цене в 12 долларов 80 центов, что обошлось мне в итоге в 500 долларов. Так давайте же посмотрим на их стоимость сейчас. Рекорд актуальной стоимости в 37 долларов 16 долларов за штуку. Чистая прибыль – 950 долларов при вложениях в 500. Или 37 долларов за акцию – это не рекорд. Масштабируем график на период в 6 месяцев, и на самом деле, мое удивление, это обычная симуляция, потому что за этой компанией я следил особенно тщательно. Как вы можете увидеть, рекорд был установлен чуть более месяца назад, 2 июня. На тот момент акции компании стоили 62 доллара 55 центов за штуку. Скажу больше, цена взвинтилась буквально у меня на глазах. Моя ошибка в том, что я не подумал о последующей не менее сильной коррекции, и рассчитывал, что цена продолжит расти еще какое-то время. Но не продолжила. Да-да, вот так на моих глазах сгорело почти 1000 баксов дополнительной прибыли. Но имеем, что имеем, а имеем мы индустрию инвестирования в целом. Потому что чистая прибыль с акций компании AMC Entertainment составила рекордных 950 долларов при вложениях в 500 баксов. В процентах это феноменальный 190% роста, отталкиваясь от начальной цены акции. Ну и по итогам нашего эксперимента. Я стал акционером 11 компаний, 9 из которых показали мне прибыль. На текущий момент при потраченных 3000 долларов на акции всех компаний, в моем портфолио находятся акции на сумму превышающую 4300 долларов. Изи мани получается. Действительно изи. Это почти 45% к нашему изначальному банку за несколько месяцев на пассиве. Доволен ли я результатом? Очень доволен, ведь я стал акционером 11 компаний, не обладая нужным багажом знаний для этого. Основывался на мнении инфлюенсеров с ютуба и использовал какой-то поверхностный анализ. Цель этого видео была не повыпендриваться перед моей аудиторией, то есть вами, а показать, насколько инвестирование является перспективным способом заработка. И как мы уже убедились, не обязательно долгосрочным. И обычной логикой можно предсказать, как текущие мировые события отразятся на фондовом рынке. Ну и конечно смотрите мои ролики дальше, подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравился этот ролик. И до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!